Вот все-таки не зря говорят, хлеб всему голова. Столько витаминов, оказывается, да, вот есть в хлебе. А многие как-то игнорируют и не употребляют его. Вот поэтому можно. А зря, зря. Ну, говорим мы сегодня и о витаминах, не просто это, потому что тема здоровья, как это здоровье сохранить, как предупредить какие-то болезни. Ну и вот на фоне такой неблагоприятной погоды, уже осенней, холодной, это же тоже сказывается и на самочувствии, и на коже в том числе. Да, на внешний вид. Да, внешний вид тоже имеет значение. И вот об этом мы поговорим с нашим замечательным гостем, который уже в студии, красивая, вот хочется много-много вопросов задать. Здравствуйте. Итак, я представлю, сегодня у нас руководитель студии красоты Космет Анна Фаршатова. Анна, здрасте. Здравствуйте, Анна. Ну, вы уже, в принципе, оздоровительно влияете на нас, на нашу кожу. Ну, на меня как минимум. Да, и на меня тоже, у меня сразу поднялось настроение, как с цветами, да. Есть цветотерапия, а есть, наверное, красототерапия какая-нибудь, бьюти-терапия. Вот, бьюти-терапия. Является ли бьюти-терапия каким-то таким исцеляющим оздоровительной процедурой? Ну, конечно, безусловно, является. Когда видишь красоту, да, и внутри тоже сразу же настроение хорошее поднимается. И хочется... Ну, вы, женщины, как никто, наверное, об этом знаете, потому что, когда ты ухаживаешь с собой, видишь в зеркале прекрасное отражение, то все, настроение уже, да, оно совершенно другое. Анна, скажите, а вот как ухаживать за кожей в холодное время года? Потому что летом и солнце греет, и влажность, да, необходима. А вот как зимой? Ну, вообще, в холодное зимнее время, да, наша кожа отшелучивается медленнее, да, чем летом. Вот, и вследствие этого у нас задерживается на коже кожаный сало, так скажем, себом, да, наш. В следствии этого на коже у нас размножаются бактерии, да, появляются какие-то воспаления, кожа становится неоднородной. Также иссушается водный баланс нашей кожи, да, и здесь я бы все-таки посоветовала, да, поменять наш летний уход, да, на зимний. Вот, как раз-таки вопрос ухода за кожей. Как вы в этот период ухаживаете? Да, в первую очередь, да, я бы рекомендовала сменить отшелушивающие средства, да, привычные, которым мы привыкли пользоваться летом. Какие-то агрессивные частички, то есть на более мягкие, да, какие-то это АХ-кислоты подойдут, БХ-кислоты подойдут. Также не забываем про мощное увлажнение кожи, то здесь нам подойдут сыворотки на основе высокомолекулярной и низкомолекулярной гиауроновой кислоты. Также не забывайте использовать крема с витамином С. Это у нас осветлит нашу кожу, укрепит кожу, также простимулирует выработку коллагена и защитит от каких-то внешних агрессоров окружающей среды. Также пересмотрите свой уход за проблемной кожей обязательно, да. Не забывайте про СПФ-защиту, то есть если даже несмотря, что… И зимой тоже пользуемся СПФ-ка. Да, нету солнышка, да, обязательно пользуемся, да. И присмотрите уход за такой нежной кожей, кожей рук, губ и вообще тела. То есть если, ну, сами затрудняетесь, да, всегда вам помогут специалисты. Ну, это вот вы как специалист все знаете, а вот девушкам и женщинам, которые, допустим, ну, не так глубоко в этой теме, им… Вот как часто обращаться к косметологу, чтобы косметолог рассказывал, советовал, рекомендовал средства за уходом? Ну, вообще раз в месяц, это как бы, да, надо. Раз в месяц обязательно посещение косметолога, даже, то есть на чистку лица, допустим, например. Либо на какой-то пилинг, ну, раз в месяц, либо хотя бы просто даже на консультацию, да, все ли у нас в порядке. На контроле держать, получается. На контроле лицо свое держать. И самое главное, наверное, стоит отметить, что вот все эти средства, которые вы перечислили, не покупать самостоятельно. Ну, да. Просто, например, я до этого много лет покупала самостоятельно, оказалось, что это вообще было все не то, что мне нужно. Поэтому и нужна консультация, да, с косметологом, чтобы косметолог, уже изучив кожу, уже мог порекомендовать именно подходящие какие-то средства. Да, конечно, безусловно. Сейчас вообще какой из уходовых или инъекционных каких-то процедур такой, так скажем… Самой актуальной востребованной. Да, актуальной, вот то, что сейчас нужно делать. Но сейчас вот осенью, да, это актуальна у нас биоревитализация, да, и, конечно же, пилинги. Вообще, мне нравится, конечно, сочетание этих двух процедур, то есть, когда мы делаем био и сверху закрываем пилингом, то есть, результат вообще огонь. То есть, кожа сразу начинает сиять, восполняется гидрорезерв нашей кожи, да, и пилинг, он вот эту вот всю грязь, которую мы за лето скопили, то есть, все это вычищает, убирает. То есть, вообще, как бы пилинги, да, я называю генеральной уборкой нашей кожи. То есть, все, что вот мы накопили за лето, все это убирается. Вот вопрос, который, наверное, интересует многих, миф это или реальность? Попробуем сейчас развеять. Вот состояние кожи зависит от питания, гормонов, скажите, пожалуйста. Да, безусловно, это зависит напрямую, то есть, от того, что мы едим, естественно, гормоны, да, опять же, стресс. Но я всегда стараюсь подходить комплексно, да, к этому вопросу. То есть, если, допустим, у меня у клиента была кожа чистая, да, и вдруг резко что-то обсыпало, да, всегда, конечно, я рекомендую обратиться, то есть, сдать анализ, да, вообще посмотреть, что у нас, потому что все это все-таки идет изнутри у нас, вот, и там мы уже вместе потом решаем эту проблему. То есть, если что-то не в порядке, то есть, здесь, может быть, либо уход, опять же, резко перестал подходить, да, вот, то есть, смена климата. Ну, опять же, необходима консультация, в первую очередь, со специалистами. Ну, Анна у нас пришла сегодня не с пустыми руками, помимо, вот, интересного познавателя, например, с подарочным сертификатом. Как раз-таки такой шанс можно выиграть и использовать шанс для того, чтобы прийти к вам на процедуру, вообще узнать, что нужно сейчас делать, как вообще помочь себе, своему организму, лицу своему. 244-7008. Звоните и участвуйте в нашей викторине. Мужа, ты сказала, нужно выиграть. Можно выиграть, а я скажу, нужно. Нужно. Нужно позвонить и выиграть. Вот мы каким образом разыграем? Мы подготовили ряд вопросов с вариантами ответов. Мы будем подсказывать, если что, и вот вам нужно ответить правильно на три вопроса, да, и забрать этот сертификат. Конечно, подарок того стоит, потому что можно сделать одну полноценную, наверное, даже, да, процедуру на этот сертификат. Это очень здорово. Попробовать вообще и узнать, как это. Мужчины часто обращаются к услугам? Да, вы знаете, сейчас стали очень часто обращаться, да, приходят, то есть, уберите мне морщинки. То есть, сейчас очень это актуально, то есть, мужчины очень сейчас за собой тоже следят. Ну, это, скорее всего, мужчины, которые вот на публике где-то выступают, которые находятся, нет уже, да? Не обязательно, не обязательно, но уже практически все. Просто есть же определенные стереотипы убеждения для старшего поколения, но, слава богу, они сейчас как-то сглаживаются, да, уже косметология, она и... Да, то есть, даже есть такие пациенты, которым там и 60 лет, даже и старше есть такие пациенты, то есть, они тоже стараются за собой ухаживать. Это здорово, продлевают молодость, да, и это же ухоженный мужчина. Расскажи, когда вы ухоженный мужчина, это вот давай вот. Это вот Азад, я знаю, что... Спасибо. Азад, ухоженный мужчина. Приятно, конечно, спасибо большое. Делился Азад, что делает процедуры, и это на самом деле... Ну, вот опять же, когда смена климата, вот тут кожа тоже реагирует, опять же, нужны специалисты, которые этим занимаются, вот и все. Анна, расскажите, а как у вас вообще, как давно вы открыли студию, как вообще так получилось, что вы пришли в профессию? Ну, вообще студию открыли мы в 2018 году, по-моему, даже, может быть, или в 2017, по-моему, в 2018 году. А вообще, как, ну, пришла в профессию, да, то есть я всегда хотела стать косметологом с детства, то есть мама тоже была у меня в медицине, вот, и, то есть пошла учиться, отучилась. По стопам мамы. Да, 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 то есть с детства я читала книжки, изучала все болезни, то есть и... Готовились к открытию. Ну, да. Ну, сейчас в 2018 году студия открылась, но подготовка началась уже задолго до этого, да, с рождения. Это очень здорово, особенно сейчас, когда с медицинским образованием косметолог, это очень важно, потому что есть кто делает без образования. А еще, кстати, есть такое понятие, как контурная пластика. Это что такое, она расскажите, пожалуйста. Контурная пластика, она тоже бывает разная, то есть если мы говорим, допустим, о филлерах, да, на основе гиауроновой кислоты, то здесь мы создаем дополнительный объем, то есть в зонах депрессоров, да, то есть это у нас носогубные складки, носослезная борозда, да, то есть щечки, подбородок, овал, то есть мы все можем это поставить на место, так скажем, да, и здесь эффект человек видит сразу. А если же мы говорим, допустим, о нитевом лифтинге, да, то здесь нам потребуется какое-то время, потому что процесс не быстрый. А здесь у нас идет такое мощное коллагенообразование, так скажем, поэтому здесь не быстро, здесь где-то человек увидит результат, ну, где-то через месяц. Ну, это достаточно тоже быстро. Да, ну, да, то есть просто от филлеров сразу, а от нитевого нет, но сейчас вот мне, например, очень нравится, просто обожаю работать с полимолочной кислотой, это, наверное, вообще сейчас такой тренд идет, да. Это что такое? Расскажите, пожалуйста. Полимолочная кислота, то есть она вообще изменяет практически все, то есть она и как филлер может работать, то есть если где надо объем добавить, да, если надо где-то подтянуть, да, как и биоревитализант она может работать. То есть это такое универсальное средство, вот, которое, в принципе, присутствует в нашем организме, поэтому прям обожаю с ним работать. И мне очень нравятся эффекты, то есть кожа уплотняется, подтягивается, и причем это происходит из своих, как бы, собственных тканей, а не вот, когда мы наполняем филлером, допустим. Не, не внешним, то есть с помощью внешнего воздействия, опять же, мы... Да, 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 то есть это свои собственные ткани начинают нарастать. Как ресурс своего организма, да, получается, использование. У нас есть звонок. И, возможно, возможно, победитель. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, здравствуйте. О, мужчина позвонил, Анна. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Артур. Артур, приятно вас слышать. Артур, часто ли пользуетесь услугами косметолога? Ну, нет, не сказал бы. Не было еще ни разу. Артур, вот смотрите, вот мы вам зададим три вопроса, если вы правильно ответите, я вам рекомендую сходить самому, но если уже нет, то можно подарить девушке, маме, там, или подруге. О, понял. Артур, готовы? Да. Итак, первый вопрос. В каком районе находится студия красоты космет? Я, Артур, вам немножко интенсионно подскажу. Калининский район, Зеленая роща, Октябрьский район, Демский район... Может, Артур знал. Ох ты, сейчас, секунду. Ответ Б. Ответ Б, Зеленая роща. Как вы догадались, Артур, это правильный ответ, совершенно верно. Но это был простой вопрос, Гульшат, давай, что-нибудь посложнее для Артура. Итак, посложнее, посложнее мне даже найти второй вопрос. Специализация студии красоты космет. Вариант А. Ручная косметология. Вариант Б. Аппаратная косметология. Вариант В. Инъекционная косметология. И вариант Г. Лазерная эпиляция. Мне показалось, ты тоже интенсионно подсказала, или нет? Нет, нет, это просто так сложилось. Итак, Артур, нам нужен ваш ответ. Здесь просто, инъекционная. Артур сказал, здесь просто. Мне кажется, Артур лукавит, когда сказал, что не ходит к косметологам. Да, да. Итак, это правильный ответ, Артур. Да, инъекционная косметология – это основной вид косметологии в студии красоты космет. Ну что, третий? Да. Третий, заключительный, самый, наверное, сложный. Полеим за вас. Итак, что такое плазмолифтинг, Артур? Это эффект омоложения кожи за счет инъекции собственной плазмы пациента. Это методика, при которой лекарственный препарат вводится под кожу на небольшую глубину с помощью тонких и коротких игл. Это процедура, при которой под кожу вводится галуриновая кислота. Галуроновая. Галуриновая кислота. Галуроновая. Галуроновая. Так, Артур. А вот здесь интенсионной подсказки не было. Интенсионной не было, да, потому что… Думаем, плазма. Что это, да? Вот плазма лифтинг. И лифтинг. Тогда будем разбирать на составной части слова. Первый ответ, еще раз прочитай первый вариант. Эффект омоложения кожи за счет инъекции собственной плазмы пациента. Ага. Ответ – инъекции собственной плазмы. Артур, это невероятно, но вы безошибочно ответили на три сложнейших вопроса, связанных с косметологией. Браво. С чем мы вас и поздравляем. Вам мы дарим. Невероятный результат, Артур. Да, сертификат. Да, сертификат. Да, сертификат. Подарочный сертификат на 5 тысяч рублей. Ваш. Вы можете воспользоваться, им с вами свяжутся после программы, скажут, как можно будет забрать. И вы сможете стать счастливым обладателем здорового лица. Артур, мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Спасибо. Лично я рекомендую, сходите сами, вам понравится. Вопрос, наверное, один из самых актуальных, Анна, скажите. Вот такие процедуры, как увеличение губ. Как давно это стало таким модным направлением и насколько это безопасно для девушек? Ну, вообще, это стало уже давно модно, да. Да, честно скажу, это безопасно, да, потому что применяются филеры на основе гиауроновой кислоты, да. Вот можем посмотреть, кстати, результаты до и после, да, как это работает. Да, то есть насчет вот формы, да, допустим, губ здесь нет как такового тренда, да. То есть здесь всегда мы подбираем индивидуально, потому что черты лица у каждого человека разные, да, индивидуально все. Вот, и поэтому я всегда, опять же, учитываю пожелания пациента, да, то есть какую форму он хочет. И уже, исходя из-за его анатомических особенностей, мы вместе решаем, какую форму мы будем делать. То есть можно поменять и форму губ тоже с помощью... Можно, да, но не сильно. Вот я даже посмотрела работы, на самом деле сохранена естественная красота, и при этом просто улучшили, так скажем, то, что есть. Почеркнули, вот это очень здорово. Почеркнули красоту, скажем так. А вот как не перейти эту грань черту, когда, ну вот в интернетах мы много видим видео, когда вот немножко... Сильно перекачано. Да, переборщили, скажем так, с увлечением. Ну, я всегда отговариваю, как бы, да, если, то есть... Ну, у меня нет таких, да, пациентов, кто вот хочет прям вот такие большие губы, потому что они всегда, в первую очередь, смотрят на своего косметолога, да, и как бы, то есть у меня нет такого ничего, чтобы там... Все естественное. ...отталкиваю, да, то есть поэтому всегда мы за естественность, то есть мы всегда подчеркиваем именно красоту, которая дана природой. Для этого косметология существует, чтобы поддержать красоту и подчеркнуть природную красоту. Анна, ну для наших телезрителей, для тех, кто сейчас заинтересовался, есть ли какие-то, может быть, акции у вас в скидке в вашей клинике? Да, у нас всегда есть акции, то есть мы меняем их каждую неделю, да, за актуальными можете следить в наших соцсетях. Вкратце скажу, сейчас у нас действует на увеличение губ тоже, да, акция, на ботулинотерапию, на биоритализацию, также на пилинги. И совсем недавно, вот мы тоже ввели новую услугу, приобрели лазерный аппарат премиум класса, вот, и сейчас действует на него 50% первым клиентам, то есть, чтобы люди смогли попробовать наш аппарат, убедиться, что он действительно безболезненный, и даем гарантию результата с первой процедуры. Анна, спасибо большое, что были сегодня с нами. У нас в гостях была руководитель студии «Красоты Космет» Анна Паршатова. Ну вот, поговорили про здоровье кожи, про внешнее состояние, самочувствие. Вот, если есть какое-то пожелание к нашим телезрителям, можете это пожелание тоже отлучить. Ну, хочу сказать, что всегда обращайтесь к специалистам, то есть, сами не занимайтесь самолечением, да, если у вас на коже какие-то высыпания или еще что-то, всегда обращайтесь к специалистам, и мы вам поможем. Спасибо большое. Спасибо. Вот мы уже телепортировались в нашу импровизированную зону, в которой будем творить красоту вместе с Анной. И как раз-таки сейчас будет демонстрация процедуры пилинг, которая сейчас очень актуальна, и которую Анна рекомендует. Миля у нас модель наша, она, будем наносить ей пилинг и смотреть, как это все происходит. Расскажите, пожалуйста, Анна, получается сейчас уже сезон пилингов начался, он еще не завершается. Есть время, когда завершается он? Вообще, знаете, сейчас, в данный момент, существуют пилинги, которые можно делать вообще круглый год, все сезоны. Я на самом деле люблю эти пилинги, потому что у них как раз-таки нет сезонности, да, и можно вот круглогодично делать. То есть, есть пилинги, которые, допустим, у них реабилитация очень сильная, то есть, ты облезаешь прям, да, все. С этого пилинга, то есть, она не будет прям сильно шелушиться, у нее будет такое мелкое-мелкопластинчатое шелушение, возможно, даже окружающую как бы не заметит. Поэтому здесь можно сделать этот пилинг, да, и выйти сразу же на работу, в свет, поэтому... Вот это очень здорово, потому что я до этого слышала, что есть желтый пилинг, да, вроде. Лет 10 назад слышала про желтый пилинг и знала, что там вообще очень такая тяжелая реабилитация. Там неделю шелушишься, не выходишь на солнце и так далее. И получается, сейчас вообще есть такая классная альтернатива, но при этом эффект такой же. Эффект такой же. Такой же хороший. Да, даже лучше. И получается, пилингов несколько должно быть процедур? Ну, здесь, как правило, от трех до шести, то есть, все в зависимости от исходного состояния кожи. Но даже после первой процедуры человек уже увидит эффект. Такой мини-курс. Да, 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 да. Итак, что мы делаем сейчас? Сейчас все, мы обезжирили, да, нашу модель, и сейчас будем наносить пилинг. Пилинг у нас наносится массирующими движениями, втирающимся, выдерживается где-то одну-две минуты, и после этого смывается все. После этого наносится какой-то увлажняющий крем. Пилинг мы будем делать всесезонный, биорепил называется он. Я очень люблю этот пилинг, он идет даже как пилинг биоревитализант. То есть, вот это для тех, как раз, кто боится инъекций. Вот его как раз-таки можно заменить, так скажем, альтернативным инъекциям. Как два в одном биоревитализант вы, получается, боитесь. Так, давайте начнем. Тем временем у нас есть звоночек. Видимо, все большие вопросы для вас. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я вас смотрю на работе, очень интересно. Класс. Вот тут прям даже не работаю, приходится, вот, знаете, начальство сейчас говорит, что я занята, извините, у меня вот интересненький. Это очень здорово. Простите, что мы вас, конечно, отвлекаем от работы, но здорово, что вам интересно, что у нас происходит. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Анна, очень приятно. Анна, у вас есть вопрос к нашей Анне? Да, потому что у меня есть серьезная проблема. Блеск кожи. То есть есть такая проблема, которая меня уже очень много лет преследует. Не знаю, что с этим делать. Подскажите, пожалуйста, как быть, какую процедуру лучше пройти для того, чтобы не путриться каждые 10 минут. Вообще, вот вам, кстати, тоже, если у вас жирный блеск, да, на лице, вам тоже вот этот пилинг будет вообще спасение. То есть 3-5 процедур сделайте, и ваша кожа вам скажет спасибо. Жирный блеск она точно уберет с вашей кожи. Навсегда? Навсегда. Ну, нет, не то, что навсегда. До следующего сезона пилинга. То есть, да, здесь как бы нужно поддерживать, так скажем. Вот мы сделали, допустим, сейчас курс, да, процедур. Где-то через полгода, да, нам надо будет повторить этот курс. То есть как бы поддерживать, да. То есть навсегда нет, конечно, не уберет, но, тем не менее, сгладит обязательно. То есть жирного блеска станет у вас намного меньше. Ну, такими похлопаемыми движениями, да, мы наносим. Здорово, что есть решение проблемы. Вот это вот лучше всего, что действительно можно решить вопрос, потому что это достаточно так дискомфорт приносит. Спасибо большое, Анна, за вопрос. И скажите, сейчас получается, вы что-то можете сказать, что, например, на ваш взгляд, там, мили сейчас необходимо, да, и какого эффекта? И вот тоже, да, сейчас я вот вижу, ну, небольшие есть воспаления на коже, вот тоже как раз-таки пилинги и биоревитализации пока. Потому что, ну, есть какие-то мелкая сетка морщин, вот, но это не так пока страшно, потому что, ну, возраст у нас какой, то есть, ну, примерно в нашей модели. Достаточно, в принципе, таких процедур. Да, ей, в принципе, достаточно, да, вот пилинги поделать и биоревитализацию. Даже где-то вот, ну, две-три процедуры, вот, если она сделает, она уже заметит ощутимую разницу. Так, здесь установила. Классно. И получается по времени, вот сейчас вы, получается, наносите, да, оставляете все это на коже? Нет, 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 сейчас я еще раз буду втирать. Это у нас второй слой идет. Все, сейчас мы второй слой нанесем. И где-то через одну-две минуты мы ее умоем. И все. Нет никаких пощипываний, щипаний. Ну, легкое такое есть, да? Ну, то есть, терпимо. Так ведь? Легкое пощипывание, да, должно быть. Ну, нормально. Такого дискомфорта нет? Да, такого дискомфорта прям сильного у нее не должно быть. А как вообще, вот вы сказали о том, что любите? Я вообще очень люблю, когда косметологи, да, специалисты говорят о том, что вот я люблю вот этот препарат. Это значит, что они действительно протестировали, да, и уже видят, как это все работает, и что успели влюбиться, да, в препарат, там, в аппарат. И вы, получается, на каких-то определенных, да, препаратах работаете в студии у себя. У вас, наверное, есть какой-то... Есть, да, любимые препараты, да, но вообще мы всегда работаем на сертифицированных препаратах, да, которые сертифицированы у нас в России. То есть мы работаем уже с проверенными поставщиками, да, то есть много лет мы уже работаем с ними. Вот, и, ну, тьфу-тьфу-тьфу, пока не было никаких-то там побочных эффектов, то есть как бы все у клиента было хорошо. Это очень классно. Ну, уже немножечко краснеет. Да, да, сейчас пойдем смывать. Что-то меняется, значит, есть... Реакция пошла. Да, реакция пошла, значит, работает. Это очень здорово. И после этого нужно будет еще какой-то уход сделать, да? Да, сейчас вот она пойдет у нас умываться, то есть мы ее смоем, вот, и увлажняющий крем обязательно, то есть постпилинговый какой-то, либо увлажняющий крем. Все, надо умыться, потому что вот уже пошло, пошла у нас реакция на кожу, на щечках пошла. Так, поэтому надо уже умыться. Отправляем... Все, идем умывайся. Отправляем Милю умываться. Прохладненько водичкой. И ждем Милю. И, смотрите, получается, есть еще пилинги домашние. В этом случае не нужно делать дома пилинг, правильно? Нет, нет. Если приходить к вам. Нет, не нужно. Пилинг, скрабы, да, не нужно уже делать. Нет, уже ничего не нужно. Есть, наверное, все-таки риск того, что если будет домашний пилинг делать, да, какая-то опасность в этом, да, что-то небезопасное. Вообще, да, то есть вот очень сейчас много даже, я вот смотрю, продаются пилингов на плей-маркетах, да, то есть вообще не знаю, что у них там за составы, да, и то есть они, как правило, допустим, дома себе что-то там намажут, да, что-то наделают, и потом приходит, у них все лицо там обожженное, сожженное. То есть поэтому лучше не рисковать, лучше все-таки обратиться к специалисту, да, который вам проведет этот пилинг грамотно. И действительно, получается, потом в попытках сделать домашний пилинг, да, самостоятельно, можно, наоборот, сделать еще проблемы, хуже проблемы, которые еще потом придется решать. И также вот я, например, раньше слышала, что скрабы для лица, и сейчас я вот больше слышу информацию о том, что вообще скрабировать не нужно лицо. Ну, вообще, да, и особенно в зимний период тоже не надо переусердствовать с этим скрабированием. Почему я говорю? Потому что мы вот это вот кожаное сало как бы снимаем очень сильно, а это все-таки наша защита, да. И если мы вот это сильно все будем снимать, отшелушивать, да, то есть наоборот мы еще усугубим, то есть у нас кожа пересохнет, и может дать, наоборот, таки обратный эффект, то есть воспалениями, да, какими-то покраснениями. Поэтому, да, то есть увлекаться скрабами не стоит. Вот, все, понятно, это очень интересно. И у меня, конечно, один вывод только, что вообще, в принципе, не нужно самой к лицу своему особо прикасаться, в плане того, что что-то делать самостоятельно, и также там давить прыщи. Это тоже, наверное, да, касается этого, что давить прыщи как-то, что-то придумывать, выдумывать, уход какой-то, сочинять, что я вот сделаю такой сама себе уход, да, и вот посмотрела в интернете, такие отзывы просто сделаю. А по факту действительно могут быть проблемы с этим совсем. А вообще вы, вот я у вас спрашивала, да, про Милю, да, что у нее, я просто знаю, что вы, получается, сканируете лицо. У вас, вы можете мне, например, сказать что-то, что мне нужно сделать, потому что я к своему стыду не хожу к косметологу, в отличие от Азата, конечно, вот. И вот глядя на меня, например, сказать там, не знаю, на какие-то процедуры, которыми стоит сделать у вас. Ну, в первую очередь, естественно, я бы сделала вам биоревитализацию, хотя бы 2-3 процедуры, да, чтобы увлажнить, напитать кожу. Ну, и поставила бы токсин, это в межбровку и в лоб, потому что морщинка уже есть, она сформированная, да. Готовая, готовая. Я ее долго формировала. Спасибо большое. К нам уже вернулась Миля с новым чистым лицом. Ощущениями. Чуть-чуть вот здесь горит у нее, да, вот здесь, да, немножко вот пошел у нас этот фрост, да, но это ничего страшного. Это нормально все. Да, то есть она просто у нас больше пошелушится. Вот сейчас, я как и говорила, да, увлажняющий, прям обязательно увлажняющий крем. Обязательно вот на эти участки. Напитать все это. Да, да, да. То есть оно у нее все отшелушится и кожа прям вообще будет сиять. Все, здорово. Вот здесь просто вот в этих местах, где у тебя сейчас вот горит, да, просто оно посильнее отшелушится и все. То есть ничего страшного. Пилинг у нас всесезонный. Не бойся никаких ожогов, ничего не будет. Просто посильнее пошелушиться в этих местах, и все. Это даже наоборот хорошо. Здорово, классно. У нас Миля будет красоткой. Сейчас мы увлажним, напитаем горем. Спасибо вам огромное, Анна. Было очень интересно. Я думаю, что, надеюсь, такая демонстрация такой процедуры, как пилинг, многим сейчас понравился. И, может быть, если были страхи, они сейчас развеются, мифы, и вы придете за уходом к Альне.